Встреча с господином Мухаммедьяновым 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 Мы ее выдали, мы ее дорабатываем, при том, что у нас есть с чем сравнивать. Всего в России 5 таких программ. Сейчас стоит задача, мы, наверное, 2.0 выпустим такую же программку, которая уже будет, я не стесняюсь, это слово лучше в России, она будет привязана к активному гражданину Москве. Да, да, у них есть активный гражданин. У них активный гражданин в Москве. Нет, это госуслуги, да. Но тогда вам придется вступать в этот реестр, иначе вы там по критериям защиты персональных данных, и товарищи из ФСО придут к вам со скучными лицами. Все-таки мне удалось выбрать свою яму, вернее, ту яму, которую я увидел своими глазами, а не которую нам заготовили. В общем, пришли, завели ее в систему. Ну, собственно, справедливости ради, система на этот раз сработала, потому что до этого я действительно пытался ее активизировать, там, как-то завести туда какую-то яму. У меня мало что получалось, и даже категорически не получилось, например, сменить пароль, то есть там есть какие-то программные проблемы. Но в этот раз, в общем-то, все сработало. Правда, ассистенты там помогали мне нажимать нужные кнопочки, объясняли, в чем я там не прав. И, кстати, это говорит о том, что есть какие-то проблемы в интерфейсе, потому что, ну, рядовой пользователь, очевидно, столкнется с какими-то проблемами, но у нас все получилось. И, в общем, вот мы зафотографировали одну из ям. Ну, яма имеет критерий 35 на 14 на 9, да, ведь? 40 на 60. А, 40 на 60, да? Это дорожная. А, на тротуаре есть критерии? 5 сантиметров глубина. 5 глубина, да. Да, это она называется уже аварийно. Ну, мы выбрали яму, сейчас подойдем тогда ее. Ну, вот только на тротуаре, да, получается? Вот, давайте посмотрим. А где город? Это по программе, которую мы тоже ведем в городе, значит, все, кто имеет свои коммуникации, имеется в виду. Тут прилегающая часть к ним. Прилегающая часть они должны вырезать, вырубать и так далее. И полностью устанавливать. Ну, вот если мы это сфотографируем, она уйдет к ним, к ответственным лицам? Я предлагаю ее тоже. Давайте попробуем, да. И, по крайней мере, как у нас реагирует безусловно-обладающая организация, или кто имеет на своем балансе коммуникации, их тоже надо посмотреть. Отдельно взятому жителю города Упы, где мы находимся на проезжей части, на тротуаре, на дворовой части, она особо... То есть сначала мы ее фотографируем, да? Нет, можно в программе сразу делать, потому что геолокацию включите сразу в программе. Когда вы сфотографируете, фотография сразу приклеится. Привяжется она. Так. Сразу геолокацию заранее надо включить. Геолокация у нас включена. А, ну тогда, значит, в программе... Тогда входим в программу. Вот фотографировать яму, фото сделал. Пригласите, Юр. Фотографируйте. Фотографировали. Все нагрузится. Ну что мы делаем? Вот мы фотографировали, загрузили. Она сейчас загрузится и дальше. Не торопитесь, достаточно медленно видимо интернет или фотоаппарат очень хорошо фотографирует. Сто процентов дали. Вот она показывает насколько правильно давайте. Но не насколько неправильно. А нет, стоп. В принципе она показывает почти правильно. Если тротуар брать вот здесь, мы же стоим на краю проезжей части. Или ее можно перенести? Нет, можем перенести. Мы не закончили, по-моему, ее же. Нам дали еще надо было. А почему она вернулась? Хорошо. А если мы сейчас еще раз фотографируем, она... Нет, нет, мы не отправили заявку. Вы дворе вы считаете это или... А, ну не на дороге же? То есть вариант на тротуаре отсутствует? Это как считается. Но, да, дворовая территория это когда внутри. Это дорога, наверное, сейчас Турюпа и... Ну, тротуар и дорога это как бы, ну, две категории, да? Городу Уфе надо взять за то единое целое. Ну, то есть и дорогу и тротуар, да? Ну, хорошо, давайте поменяем. Это уже для тех операторов, которые будут работать с этой заявкой. Кому они его направят? На дороге, да. Да это вот на самом деле, да, не так уж и важно. Пользователям не нравится, да. Если это тротуар, значит управление коммунального хозяйства, соответствующему по соответствующему району, если это попадающий под капитальный ремонт и так далее, значит нужно будет до капитального ремонта... Давайте по-простому не загрузим, да. Мне кажется, достаточно верно точку установить. Ну, это в принципе, если есть привязка вот здесь люк, то тогда да, то человек с лопатой поймет, где это находится. Можно описать это сейчас, давайте. Так, ну, теперь не очень корректно она отразилась почему-то. Да нет, все так же. Вот у нас перекресток, но она получается вон там, то есть мы можем перенести это сюда, вот сюда, да? Ну, вот теперь корректно. Так, при необходимой углу там, то есть провалился колодец завтра. Там колодец. Насколько я видел в исполнителе, у каждого колодца есть... Ну, владелец, да, да. Это вот сейчас вот... Недостаточно. Слав Сахич объяснил же, что он относится к ответственности вот тех, кто владеет этими коммунами, коммуникациями, да. Вот здесь попробуем готово нажать. Ну, прям, вот ботинки Слава Цахича хорошо получились. Далее мы проследовали к одной из заготовленных дворовых уже ям. Яма была огромная, такая обширная и так далее. Ну, в общем, на примере этой ямы мы, в общем, примерно то же самое произвели. Тимур Рафисович зачем-то присвоил этой огромной яме мое имя. Хотя я, честно говоря, здесь ни при чем не соорудил эту яму и не собираюсь ее ремонтировать. Но теперь это моя именная яма. Я, кстати, собираюсь в ближайшую неделю проинспектировать эту яму отдельно и посмотреть, что с ней случилось. Ну, и понятно, еще один момент для того, чтобы только мы не видели, для того, чтобы только яму заделать и так далее. Она и дальше идет. Там вот лужа заделась. Ну, вот это во дворе, да? Вот достаточно серьезный такой. Это категория во дворе получается? Это к дому прилегает, а тогда раскрывается и девять. Это уже во дворе, да? Да, это Славовская территория. Окей, давайте попробуем. Так. Да, это, конечно, феерично получается при таком скоплении народа. Позовем, чтобы яма потылиться. Да, да, да. И посмотрим, как... Вот вы меня напрасно, это, геопривязку делаете к вашим проблемам, на самом деле. Так просто, да, отмотает. Нет, еще раз я говорю, если вы хотите проверить... Ну, работоспособность программы проверяется в кабинете, на самом деле, да? То есть, всякими тестами и прочими вещами. А вот работоспособность компаний, связанных с этими вещами, вот здесь уже нужно проверять через вот эти вот, предположим, какие-то, ну, рабочие группы, которые спокойно вот по вашему заданию вышли, поработали и вам доложили через неделю. Без проблем. У нас таких целых три таких работ. Тогда у вас вообще не должно быть вопросов, связанных... Мы проверяем, нас проверяют и еще их потом проверяют. Тогда вообще не должно быть никаких проблем, которые были озвучены, на самом деле. Куда мы дальше идем? Вот смотрите, мы сегодня... Отложились? Да. Мы сегодня должны, если ставится задача, проверить работу самого приложения, но проверить их сложно. А вот не нажимаем, там можно посмотреть, да? Номер, все, да? Вопросов нет. Если вторую часть, каким образом она берется в обработку и каким образом передается в работу, это другое. Это важнее. Если мы потом хотим прийти и проверить, значит, саму работу уже выполнены качества, кем выполняется, с каким качеством, это уже третий этап и так далее. А мы сегодня, наверное, все-таки с вами должны оценить, насколько вся та программа, которая дорожные эксперты и интерактивная карта города Уфы позволяет избавляться от этих ям с каким качеством. Это конечный результат, который... Но мы сегодня этого точно не сделаем. Сегодня мы не сделаем. Но, как вы сказали, я абсолютно с вами согласен. Мы должны это видеть. Брать все уже поступающие. Конечно, в динамике надо смотреть, да. Процент исполнения. И по выполненным выехать на место, смотреть и оценить, с каким качеством, с какой смешностью они выполнены. Вот примерно такая задача. Слава Сахича. В какой срок нужно яму видеть? Ну там же там... А смотря по какой. Если мы сегодня видим провал, его надо делать немедленно. Там от суток до... За 7 суток, да. За 7 суток, да. Однако вокруг вот этой ямы во дворе возникла некоторая сумятица. В числе присутствующих были какие-то активисты из числа студентов, которые там стали задавать не очень удобные вопросы Мухаммедьянову. Ну, в принципе, он достаточно успешно выкрутился. Здесь фиксировали яму. Это было начало апреля. Я вот сегодня, ребята, у меня стоят. Я вот точно спросил. Устранены ли эти ямы? Говорят, что до сих пор ни одной ямы так же устранены. Нет, давайте, я поясню. Прошло это у нас. Первый год, когда мы выходим на новый формат отношений с точки зрения цифровки ям. Мы в этом году столкнулись, ну, наверное, с феноменальным масштабом работы. 500 тысяч ям, которые необходимо будет задавать. Поэтому те регламентные сроки, которые мы установили, пока мы на них... Мы их видим, мы их понимаем. Но главная задача сейчас оцифровать и до конца сезона ямочного ремонта их заватать. То есть здесь мы говорим, что до 15 июля эта яма будет заватать. И это касается города, это касается уморолить дорожного надежда, и как обманять службы, которые вовлечены в эту историю. Потому что сегодня главное понять масштаб бизнеса. Ям очень много не понимали. И со следующего года, конечно, будем уже жестко контролировать а, качество проведения работы, б, регламентные сроки, в соответствии с которыми нужно провести работу. Ведь Андрей сегодня правильно вопрос задавал. Я объясню, как работа до этого выстраивалась. Беусловно, каждый баланс содержатель дороги, он в рамках своих обязанностей должен обойти ямочный ремонт. Как это делается? Значит, в рамках диагностики мониторинга цифруются эти ямы, они фиксируются. Дальше идет установка, идет машина, и они все одна за другой, соответственно, идет ремонт этой работы. Сегодня же вот создается некая усложность для дорожной организации, подрядной организации, которая занимается ямочный ремонт. То есть у него в районе, например, тысяч ям. Одна там, другая через километр, третья через 10 километров. Он в течение дня, суток должен вот проехать весь этот... Ну, то есть вы, получается, перестроили вообще ритм работы ремонтной организации. То есть раньше у нее был план, у нее есть закрепленное какое-то количество дорог, там, тротуаров, дворов, они вот их ремонтируют. Худо-бедно, прямо скажем, не очень здорово, да? Теперь получается так, вы на них вывалили, там, условно говоря, вот на данный момент 12 тысяч заявок. Вы им дали возможность планировать свою работу? Уже 35. Это кошмар. Значит, 35 тысяч заявок. Каждая из них регламентирована вот этим сроком, от 1 до 7 дней, да? Как они с этим справятся, вот эти подрядные организации? В этом году мы говорим именно о том, что мы цифруем ямы, мы их понимаем, до 15 июля мы их отлатаем. То есть без привязки с... 15 июля яма. Без привязки с... Ну, все-таки я вам рекомендую вот эту тестовую схему запустить, потому что я абсолютно точно уверен, что... Даже вот Слават Сахеевич не даст соврать, даже районы города работают по-разному, с разным качеством, да? Где-то лучше, где-то хуже. Ну, это объективная вещь. Вот. Соответственно, чтобы понимать вот этот вот механизм и так далее, нужен независимый мониторинг. Мы тут здорово, конечно, походили. Я вот сто процентов уверен, что эта яма будет... Ну, вот здесь ее никогда не будет теперь, да? Посмотрите. Только прошу табличку рядом установить, благодаря кому там... Ну, вот... От тех, кому благодарны. На обратном пути от ямы на Советскую площадь мы мило побеседовали о перспективах ремонта дороги Уфа-аэропорт, о том, что возможно или невозможно устройство бетонных дорог в Республике Башкортостан. Честно говоря, я получил достаточно много интересной информации от Мухаммедьянова. Я убедился в том, что, в принципе, человек профессиональный. Хотя раньше я полагал обратное. Ну, достаточно подготовленный. Бойко рассуждает на поставленные темы и вопросы. То есть, ну, есть у человека понимание. Надеюсь, что он сможет это понимание как бы превратить в некую пользу для Республики. Особенно на фоне того, что он мне рассказал про деньги. А про деньги он мне рассказал много радостного и приятного. о том, что Дорожный фонд Республики неимоверно огромный. И что у нас есть хорошая перспектива отремонтировать дороги в ближайшем будущем. И еще один фундаментальный вопрос можно я задам? Это по поводу гарантий. Вот страшная история, страшная история с дорогой Уфа-аэропорта. Ну, восемьсот... Нет, семьсот восемьдесят две тысячи в день тратили мы семь лет подряд на это. Ну, так посчитали это ваши друзья-блогеры. Вот. Гарантия была на работу? Ну, почему тогда бесплатно не ремонтировали? Да, там они сделали ремонт. Последний раз сделался ремонт там в двенадцатом году. Просто участок-то большой, он был разделен на три части. В семнадцатом, значит, в двенадцатом году ремонт сделали, через четыре года он завершился. Там между ним в промежутке делали гарантийные обязательства. выполняла подряд на организацию в городе Ростове. В итоге в шестнадцатом году гарантийка... Кончилось? Да. И с семнадцатого года началась работа по ремонту отдельных участков. Вначале на въезд в город, потом в восемнадцатом на выезд в город. И сейчас вот эти восемьдесят половины километров от М5 до аэропорта. Ну, вот мне тогда скажите как профессионал, я вот не разбираюсь. Колейность это неизбежная вещь или это проблема качества? Неизбежная. Это неизбежная. Есть даже федеральные требования УДН, которые гласят, что если трафик выше двадцати тысяч автомобилей в сутки, шесть миллиметров колейность... В год. В год. Ну, шесть миллиметров, а там шестьдесят... Там сто двадцать тысяч автомобилей. Нагрузка, да? А, вот так, шесть раз больше. Получается... Ну, тридцать шесть миллиметров в год должно нарастать. Нет, шесть. Нет, это по ГОСТу. А у вас получается тридцать шесть. Мы каждый... Если уж так, вот мы его... Даже страшно озвучить, честно говоря, да? По параметрам... Мы должны его через каждые два года... Ну, вот, вот. О чем речь, да? Нет, на полном серьезе. Это другого. Просто я видел в Европе дороги с очень высокой загрузкой. И на них не было коленистей. Они бетонные. Они бетонные оставались. Нет, тогда, может, надо бетон класть на УФА-аэропорт вообще. На УФА-аэропорт останавливается. Мы едем в Минск, как раз у них перенимать технологии бетонки. В этом году хотим две дороги взять. Ну, тогда, действительно, это вот... Ну, особенно напряженные участки. Какие-то дороги, куски там, восемнадцать километров, в конце концов. Мы уже практически дошли до Советской площади, когда Слава Сахевич Хусаинов обнаружил практически по центру площади огромную яму. И случилась такая веселая перепалка между председателем Комитета по транспорту и дорожному строительству и первым вице-мэром УФА. Ну, так, ко всеобщему удовольствию, зафотографировали еще одну яму. В отличие от площади Государственного комитета по транспорту, рядом с администрации города, ям нет. Подожди, это твоя площадь, Сахич. Я думал, он всегда так говорит, значит. Вот, говорит, Советская площадь, говорит, это гострам, говорит, давай ее ремонтируй. Ну, и Минстрой должен еще там скинуться. Если мы ее ремонтируем, у нас же не целевка будет. Да. Ну, вот, далеко не надо было ходить. Слава Сахич, вот же, вот же, пожалуйста. Вот же. Ремонтируем вот эту вот бестолковую яму, смотрите, накрутим гострам. Да, у кого есть телефон? Я уже две сфотографировал. Вот наш будущий министр транспорта молодежного правительства. На этом, собственно, мы с Тимуром Рафисовичем расстались. И так, мутно-смутно договорившись о каком-то там взаимодействии, разошлись удовлетворенные друг другом. Я не знаю вообще, на самом деле, зачем он меня приглашал. Ну, может быть, он хотел понять, в чем суть той критики, которая звучит в его адрес. Может быть, еще зачем-то. А после того, как мы расстались с Мухаммедьяновым, мы неожиданным образом переместились в мэрию, в кабинет Салавата Сахича Хосаинова с целью обсудить городские проблемы. Собственно говоря, вот эта интерактивная карта, значит, я очень радуюсь вам, дорогой эксперт. Есть интерактивная карта города Уфы, о чем мы с вами говорим. Значит, собственно говоря, в режиме реального времени мы можем отслеживать весь процесс работы. Это поступление заявок, исполнение, объем, который предстоит делать. В принципе, мы можем планировать, как мы сейчас говорили, не только там, допустим, если одна яма поступила, значит, заезжающая команда, которая должна определить объем работы, должна смотреть весь ход. То, что мы сейчас на Кирово-2931 смотрели, условно говоря, с этой территории, условно говоря, весь этот проезд должен быть отремонтирован. К Уфимской мэрии у меня накопилось достаточно большое количество вопросов, как к ее функционалу, так и к ее поведению. Я, в общем-то, не стеснялся задавать Салавату Сахичу эти вопросы, а он, собственно, на них отвечал. Кстати говоря, ну, прямо скажем, достаточно откровенно и открыто, что, собственно, меня слегка удивило, но и порадовало. Вообще, господин Хусаинов один из немногих профессионалов в мэрии, которые не боятся говорить о том, как есть на самом деле, не боятся признавать своих ошибок и, в общем-то, ну, ведут себя более или менее рационально. Вот такого объема яма не должна дожидаться, что ее кто-то именно разместит на дорожном эксперте или на интернет-экварте города. Это должны были увидеть службы, которые должны были весь этот проезд, тем более там проходка аптеки, трафик достаточно серьезный, улица Сырюпы, ее должны были делать в рабочем режиме и, честно сказать, разум. Присутствующие в кабинете в процессе демонстрации этих интерактивных новинок мэрии пытались их даже по ходу пьесы модифицировать и улучшать. Ну, в общем, Хусаинов показал новые карты, посетовал на вандализм и безответственность граждан, которые уничтожают свежеотремонтированные подъезды и прочее. В общем, в целом посмотрели новинки интерактивной деятельности мэрии. Состояние подъездов-то печальное на самом деле. И тот объем, который сейчас запланирован на этот год, только раздражать будет на самом деле. Мы были принципиально, честными, перед жителями и перед самими садами. Условно говоря, когда подъезды были ничейными и так далее, все дружно вторые рамы внесли в сады. Почтовые ящики, извините меня, с соседнего дома, но в большинстве своем жгли те же, кто живет в этом. Значит, банки, закурками и садами, которые тушили сад подоконник, тоже не с соседнего подъезда приходили и курили. Вы знаете, мы должны, по крайней мере, вот я лично с себя, другие с себя тоже какие-то вещи, но не только правами, еще обязанностями надо с вами использовать. Неправильно, на самом деле, конечно, жителей обвинять в этом всем. Я не обвиняю, я никогда жителей не обвиняю, и этого делать не буду. Я просто хочу сказать, что мы должны научиться, опять же, сохранять, не более того. Я не в плане обвинения. Нет, сохранять это все правильно, да. Вопрос только в том, что масштаб проблемы вот этой подъездной, он, ну, существенный масштаб. И тут вот сейчас то, что сейчас идет речь, вот обратную связь, опять же, анализируя, да, вот у меня много почты, и вот приходят сегодня по поводу центрального рынка, там, значит, вот люди смотрят, как ремонтируют, кто ремонтирует. Потом численность от этих сотрудников в последний раз на последнем совещании прозвучала вот цифра, да. Ну, я разделил тысячу восемьдесят восемь на семьсот с чем-то подъездов, мне получается полтора человека. Ну, это нереально, то есть, вот вы опровергните эту цифру или подтверждаете? Сколько человек в каждом подъезде работает на ремонте? Ну, на ремонте, мы сейчас выезжаем в подъезды, и на сегодняшний день немножко там скорректировали, сколько вы поверили. Ну, полтора человека ремонт... Ну, это не может быть, да. Нет, не может. Ну, почему тогда эти цифры звучат, и почему, как бы, столько вопросов возникает? Вот это вот непонятно. На сегодняшний день то, что к некоторым объектам еще не приступили, они взяты на контроль, и вот с корректировкой плановой, по-моему, первого этапа мы этого в любом случае потребно бы исполнили. Потому что, во-первых, опять же, Андрей Сергеевич, и там, как вот вы, другие, и так далее, есть общественный контроль. И прием к работе по срокам, качеству, и так далее, и будет выполнен. В следующую очередь будет подписать, представить совету моего квартиру дома и людей. Вот о чем речь. Тут вам обеспечен, на самом деле, общественный контроль, потому что люди живут в этом подъезде. Они же видят, какой краской покрасили, с каким качеством покрасили, как подготовили стену. То есть вот об этом я и говорю, то, что пишут люди, что стена не ошкурена, краску там то ли украли, то ли где-то взяли. Ну, то есть это же вопрос исполнителей. То есть это вот вы можете, конечно, контролировать какое-то количество подъездов, ну, лично я имею в виду, но все не сможете. Тут нужна какая-то система контроля, в том числе и с привлечением, может быть, жителей, потому что, ну, кто лучше может это видеть, кроме человека, который там живет, так ведь, да? То есть если он говорит, что, ну, очень красиво звучало, что будет согласовываться цвет. Да, он согласовывался. Ну, мы знаем прекрасно, как трудно собрать жильцов любого дома, то есть люди не хотят ходить на собрание, то есть это и есть такая проблема. В итоге потом еще всем не угодишь, да, кому-то зеленый нравится, кому-то синий, да? То есть, ну, вот этот момент обратной связи, он у вас возникнет неизбежно. То есть из каждого подъезда он напишет письмо, это точно. Вот вопрос анализа этого отношения, то есть мне интересно, насколько вы внимательно это все изучаете, и насколько вы, ну, как бы это воспринимаете, как, там, критику или что-то. Сегодня мы ведут советы на квартиры столов и достаточно много общественных наших очень активных жителей, которые непосредственно, максимально, насколько это возможно, я с вами абсолютно согласен, там, собрать весь подъезд даже очень сложно. Большинство жителей для того, что, по крайней мере, это весь какой же свет должен быть в подъезде, какие виды дороги должны выполняться, а то, что определенное недовольство, обоснованное недовольство будет, мы к этому тоже готовим, будем объясняться, объяснять, выходить. В большей степени мы этот контроль и само взаимодействие строим, конечно, через советы на квартиру одного. Мы на сегодняшний день, если мы ставить цели будем, максимально хотелось бы, чтобы прийти на собрание, где были все жители. Но такого не бывает, да. Абсолютно всеми приемлемы одному варианту, но это, к сожалению, мы с вами реальные люди, это очень сложно сделать. Но максимальный объем всех пожеланий, которые есть, и отражающий именно жители, то есть мнение жителей этого подъезда или дома будет прислушиваться, и это выполняет. Просто возникнет такой момент, что вот какие-то подъезды будут отремонтированы плохо. И вот вы встанете перед дилеммой. Либо вам нужно перед начальством отчитаться, что мы освоили объем к положенному сроку, либо принципиально не принять эти подъезды. То есть вот это, тут для вас сложная на самом деле задача. То есть в итоге вы не выполните задачу, которую вам поставило начальство, но при этом вы как бы все-таки стремитесь к качеству, да? Только к качеству. Или так, или так, тут придется выбирать. Только отчитаться и быть в статистике передовиками никто эту цель присоединить не будет. Это я вам отражу. Потому что ведь ремонты ведут подрядчики, это люди посторонние, условно говоря, за деньги, да? То есть вы их там наняли, они работают, да? То есть и, ну, что греха таить, подрядчик зачастую хочет там где-то сэкономить, где-то что-то обмануть, там, ну, бывает частенько. Частенько, да? Ну, давайте сейчас комплируем этот момент, значит, цель получить максимально соответствующий пожеланиям жителей качественно отремонтированный подъезд, а не своевременно отчитаться перед руководством. Вот я вам точно могу сказать. Будет превалировать первую часть, с которой мы должны было очень комфортно, упорзанно, нормальный подъезд. Качественно. Если даже по срокам или по качествам не будет выполнено и так далее, значит, есть тысячи вариантов, значит, привлечения к ответственности и переисполнения над лежачим качеством, это будет требоваться там жесточайшим образом, это мы гарантированно можем сказать. А у них схема оплаты по факту или по приемке? По факту. Ну, в смысле, вот после приемки, да? После приемки и после того, как и самый основной момент, значит, подпись дома. Подпись дома, я почему его так называю? Ну, понятно, да, это стоит. Стоит. Председателя или, значит, товариство, которое там служило. Это первейшая подпись, которая должна быть стоять. Ни мастера, ни управляющей компании, там, ни регионального оператора даже и так далее. Вот подписи, жители скажут, нас устраивают. С тем качеством, который мы хотели, мы его получили. Хорошо, вопрос. Вот исходя из этого только пойдет оплату. А попытка там только войти в программу, само собой разумеется, значит, это наша будет вина, если мы качественный ремонт не обеспечили, на контроль не взяли и сорвали, условно говоря, определенные какие-то сроки. Мы на себя эту ответственность будем брать, а не перекладывать на личную акцентацию и получить там некачественный ремонт. Этим не заниматься никто не будет. Это гарантирует. Тут в любом случае все шишки ваши, потому что если даже не примите, значит, плохого подрядчика нашли. Если примите некачественно выполненный, значит, нехорошо. Совершенно искренне я отсоветовал Саваса Хейчу вносить в эти интерактивные продукты проблематику ремонта подъездов. Я понимаю, что количество отремонтированных подъездов в соотношении количества не отремонтированных вызовет только негатив граждан, причем негатив инстинктивный, да и сам ремонт будет вызывать много вопросов и нареканий. Ну, я не знаю, прислушается ли мэрия к моему совету или нет, увидим. Вообще радует и порадовало меня то, что мэрия Уфы в лице Саваса Хейча Хусаинова определенным образом прислушивается и к моему мнению, и к мнению других людей, которые независимым образом оценивают деятельность этой структуры. На самом деле это уже некое подобие того взаимодействия, которое возможно между властью и населением. Ну, в целом это, конечно, радует. Въезд со стороны аэропорта, построить мост, выполнить работы по переустройству путепровода за эквивалентом основного путепровода. Хотим расширить ручку Пугачевскую, получить качественные дороги к строительству Десовскому затону, задействовать полным объемом каменных переправок, тогда нам нужно всем готовиться к тому, что определенное неудобство в виде крюса и других вещей. Ну, есть альтернативный въезд, да, он, ну, я понимаю, людям надо тратить и на один день, и время, и все остальное, а куда деваться? Нет, речь идет о том, что нужно вовремя обеспечить оповещение. Вот только об этом. То есть никто же не говорит, что не нужно ремонтировать, не нужно строить там. То есть вот вопрос там Бельского моста, ну, он за десятилетия однозначно назрел там и так далее. То есть специалисты скажут, можно ремонтировать или сносить надо, это же другой разговор. Но вовремя оповестить 60% людей недовольство будет снято. То есть если бы вот пресс-служба обоих ведомств вовремя отработала эту тему, вот это вот прокол, ну, 100%. Под конец нашего чаепития мы обсудили все-таки проблему вот этого коллапса, который случился на выезде из города 7 мая. Отрадно, что Хусаинов понимает причину этого коллапса и принимает эти претензии, которые выдвинуты были в сторону города. Я все-таки отмечу, что основной проблемой здесь была проблема неверного или полного отсутствия информирования населения о произошедшем. Потому что действительно ремонт производить нужно, но правильная постановка вопроса и правильная работа двух пресс-служб, это пресс-службы мэрии и пресс-службы Госкомтранса, была бы залогом существенного снижения той критики, которая случилась в данной ситуации. А мы видели абсолютно полное отсутствие этой работы, я имею в виду работы пресс-служб, на фоне того, что люди внезапно попали в эту безвыходную ситуацию. Ну и, естественно, реакция была настолько резкой, насколько она была резкой. Я дал какие-то рекомендации Хусаинову, как можно избежать этого впоследствии, понимая, как это на самом деле делается. Я очень надеюсь, что присутствовавший там пресс-секретарь или руководитель информационного управления мэрии внимательно слушал, о чем мы говорили. И надеюсь, что это даст какой-то эффект и облегчит жизнь граждан города Уфы в последующем, когда эти ремонты неизбежно будут происходить, а они будут происходить. И людям станет несколько проще выходить из этих ужасных ситуаций. Резюмируя события 16 мая, я имею в виду встречу с Мухаммедьяновым и Хусаиновым, стоило бы, наверное, предположить, что что-то меняется в их взаимодействии с населением и с критикующими их людьми. Может быть, им уже настолько потребна помощь, что они прибегают к таким крайним для них мерам, как встреча с людьми подобным. Мне, однако, я с своей стороны могу сказать, что я готов им помогать и вообще готов что-то делать полезное для этих процессов, но с определенными условиями. Самым главным условием является их абсолютное здравомыслие и открытость. Если они перестанут вот эти движения делать замысловатые и витьеватые и начнут нормально общаться со своими оппонентами, со своими гражданами и так далее, тогда, конечно, нужно с ними взаимодействовать. Если все это была какая-то игра, попытка изобразить умиротворение или тем более задушить в объятиях, тогда нет, тогда ничего не получилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok